Тогда и помутнело всё, и глаза... Неси блюдечко на свиней. Нет, и голова загружилась, и глаза помутнело. Ну там, грубо говоря, это пытка 18 века. Когда ведёшь свой влог? Это паника, ты ничего не понимаешь в моих эмоциях. Нет, я знаю. Трэм подписчикам и гостям я Джетли, и сегодня мне будут красить язык. В общем, эта разметочка будет очень больно. Не люблю уколы. И я рекомендую, если вам нет 18, хотя какой там, если у вас слабая психика, или вы просто не любите смотреть на, ну типа что-то трэшовое, то лучше выключить это видео. Потому что в основном я записываю это видео для себя, чтобы сохранить этот момент и запомнить свой язык таким, какой он был до окраски. Как-то так. Ну и в принципе, если кто-то из вас захочет окрасить язык, я могу дать контакты мастера, который мне его будет окрашивать. Наверное, сейчас я пойду ещё немножко успокоюсь, попью чай, и мы начнём. Как это сделать? Ну, вынуть язык и отметить, докуда мне заливать. Только там не видно, что ты говоришь. Тут уже должен синий заканчиваться, да? А ну да, если чуть дальше зайдёт, ничего страшного. Ну и снизу, соответственно, так. Снизу, скорее всего, плывёт в... Короче, всё там будет сильно, ничего. Ой, нифига, может мне просто можно будет... И всё? Ну, я думаю, пить его вообще не стоит. Субтитры подогнал «Симон»! Ну, я говорю, но тем не менее, пока вода смотрится, там и грустит. То есть, он с первого сезона для языка уже зажили. Оля, куда креститься? Вот это, там? Не, у мусульман только этот план, который стоит креститься. А, может, этот стучок нашёл? Пониже можно сребиниться, по-руже. Если не ошибаюсь, туда спину креститься. Если не ошибаюсь, туда спину креститься, там церковь. Меня трясёт. А, да, это... Это, кефец, как страшно. А, может, я сесть, да, чтобы поближать. Да, конечно. А, так, у меня нам будет тогда, чтобы, наверное, потом кто-нибудь подправил в камерку, чтобы прям язык подправил. Ну, вон, оператор сидит. Не, можно построить, давайте. Ну, прям, именно ротовое отверстие одного есть, давайте повернем. Давай лучше с лицом. Чтобы чувствовали всю мою боль. Саш, можно, пожалуйста, держать подкраску. Это, как люди прописали. У нас 12 или А, витамин. А, я не помню, какой он. Витамин какой-то был? Да. Просто Б, это самый хардкорный. А у меня язык распухнет? Да. Нет, извините. Как это, мне бессилет, чтобы босыть. Как можно сильнее язык. Блять. Давай, давай. Давай. Что, держать? Е, О, С, К. С, Т, Ц, К. Ну, раз, давай. Там, у нас только Макс должен быть. Так, в чем вы движетесь? Аня, что ты не видишь? Все, что ты не видишь? В Gomez и С, К. Ты не видишь? Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Ммм, нравится Человек маленький Ну, нужно выбрать, либо терпеть, что Губы дают больно Либо брать Сейчас покажи Выбору Самсунг или... Нет Только так получилось Только так получилось Сейчас покажи Ну, какое-то время придется посидеть У нас дать, пока спадет отек Да Сейчас такое актуальное предложение Ничего не может Что, из нос? Не подышать Ну и в общем Вот у меня сейчас Язык более-менее Зажил Если не считать осложнений, конечно То... То зажил он хорошо, конечно, да Но так как я делала окрашивание Во время начинающейся болезни То есть я простудилась И... Можно сказать, я простудилась по дороге К мастеру по водмоду, блин Вот, короче говоря Язык У меня немножко Вот все Все вот этот Ну, краску Немножко начал отторгать Ой, сердечко прихватило Ну, короче говоря Язык начал В небольших количествах Отторгать Краску А возможно это было Из-за лидокаина Кстати говоря Вот Вот И внутри него Образовалось Штук пять Или семь Фиброидных Вроде... Вроде так называется Фиброидных капсул Вот И они Не рассасываются С помощью Мазей Которые мне Прописывали Скажем так Вот Также нам не удалось Их убрать Проколами Но мы их прокололи И узнали В общем, что там гной нет Это уже хорошо И поэтому Язык мне будут резать И скорее всего В процессе как раз Сделают сплит Чтобы было Интереснее Сейчас я Расскажу кратко О процессе Заживления Для тех, кто Хочет узнать Что именно Их ждет После окрашивания Первые Недели После окрашивания Оказалось Для меня просто Полнейшим Адом Потому что Язык распух Он Не влезал В рот Я не могла Сомкнуть Челюсть Не могла Я сомкнуть Челюсть По-моему Дня 4 Вот Если не совру Но не меньше Вот этого времени Может больше Вот И Первые 2 дня Первые 2-3 дня Даже наверное Я не могла пить Из кружки Из трубочки Потому что Когда пьешь из трубочки У нас По большей части Задействуются губы А как ты будешь пить Если у тебя Вот так вот Язык Короче ну Зажат Раздут Он не убирается И прикасаться К нему больно Вот Короче первый день Я есть Вообще Ничего не могла Пила Из пипетки Такой длинной Знаете Вот которые Добавляют Капельки Там масел Ну вот Которые продаются В каких-то магазинах Для рукоделия То есть Такие длинные Пипетки И в них по-моему 15 миллиграмм Жидкости вмещается И короче Вот Чашку Берешь С водой И вот этой пипеткой Заливаешь себе В рот жидкость Это просто Это ад какой-то Вот Потом Мне сестра Притащила Порошкообразное Питание Типа Ну Типа Коктейли Каких-то Их я мешала С йогуртами Их я мешала С молоком Чтобы пожиже было И проходило Не так Сильно Потому что Жевать я не могла Вообще Я думаю вы понимаете То что Когда челюсть не смыкается Ты нормально не пожуешь И вот тогда я поняла Как сильно язык участвует В нашей жизни Деятельности В нашей Повседневности Потому что Когда ты Ну Не задумываешься О том что Происходит В твоём рте Когда ты там Ешь Когда пьёшь Ты этого не замечаешь А когда ты это замечаешь Ты начинаешь об этом задумываться Жёсткую пищу Пищу Которая Была не пропущена Через блендер Пища которая Не являлась йогуртом Или коктейлем Я не могла её есть По моему Недели две Две с половиной Может быть больше Но я помню Что я месяц Месяц Так скажем Мучилась А потом всё стало нормально Фактически Резко Вот И ты не можешь есть Ни острое Ни кислое Ни жёсткое Сладкое Солёное Тоже Нежелательно Нежелательно Курить Курить вообще нельзя Вот я на две недели Бросила курить Потом снова закурила Со сплитом тоже брошу И надеюсь больше не закурю А сейчас я Опишу Свои ощущения Я вот писала Своему мастеру Потому что она Контролировала моё заживление Короче говоря Сразу после сеанса Мы думали что Вот этот вот Отёк Он спадёт Но он не спал И в чём была проблема В том что Язык переполнен Немаловажную роль В этом сыграл Лидокаин Который мне всё-таки В язык Закачали Чтобы было Менее болезненно Потому что Так скажем К манипуляциям Внутри головы Внутри черепа Я отношусь Очень плохо Всё из-за Одной операции В детстве Которые Делали Под местным Наркозом И как я видела Когда я видела Что из меня Достаёт Куски мяса Вот это вот Кровь брыжет И прочее Мне кажется Вот это сыграло Самую главную роль В этом Так вот Сейчас я Я зачитаю Несколько сообщений О своём Состоянии В первые Вторые Третьи дни После операции После вот этой вот Процедуры Наверное недели две Я жрала обезболивающие Потому что язык болел Просто дико Дико болел И без обезболивающих было Вообще никак Вообще Абсолютно Не заснуть Не пошевелить Ничего вообще сделать Даже попить нельзя было Без обезболивающих И по приезду домой То что вот Отёк у меня не спал Мне пришлось ехать В такой маске От Мастера С заклеенным Пластырем Ртом И с салфетками Под маской Потому что Язык Засунуть в рот Я так и не смогла По приезду домой У меня случилась Истерика Из-за того что Я не могла попить То есть Реально просто Я сидела и плакала Но Я не жалею об этом Я же всё таки попила потом Решила эту проблему Правильно А стелила пелёнку Вот Считаю уже Я тоже надеюсь Даже поспать с этим нормально не получается Использую пелёнку Чтобы слюна Кровать не наводнила В общем Потому что Ну вы понимаете Да Открытый рот Слюноотделение Когда ты спишь на боку ещё Чтобы не задохнуться на спине Вот И короче вот 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 Ибо глотать всё ещё не получается Нормально Рефлекторно глотать То есть Надо напрягаться Надо запрокидывать голову И тогда Что-то получается Скорее бы всё нормализовалось Почему уже из чашки Не из пипетки пить Вторая стадия питьё из трубочки Но я её Миновала Тут короче Потом меня Ждала неделя уколов Уколы в руку делали Потом делали Уколы в язык Оно как-то не очень сильно помогло Но отёк Спал Спал Надо это признать Так Лекарства я вам перечислять не буду Потому что Лекарства которые нужно принимать Вам скажет мастер В целом улучшения есть Ну С первого дня Есть В первый день Язык был похож на дирижабль Сейчас на батон Сейчас болит По-прежнему пью из пипетки Тут короче говоря Фотографии ей скидывала Я думаю я их не буду Выставлять в сеть Либо буду но исключительно в своей группе Или если мастер выставит У меня уже они есть Вот А так чё Зря пугать людей Так Язык весьма плохо убирается Это по-моему третий день Вот Я пить хочу нормально И чтобы язык без проблем в рот убирался Так Тогда попробую его держать всё время во рту Не проветривать Я вам могу вот Скажем так Описать как это было То есть Возьмите в рот Какой-нибудь шарик Мячик Чтобы он Ну вот Чтобы нельзя было полностью Сомкнуть губы Вот Фактически так выглядело моё лицо Когда я пыталась убирать Язык в рот Не тут пишу про кашель Потому что я вот заболела тогда И мне кажется болезнь всё-таки Ну скажем Сыграла абсолютно не последнюю роль В том что вот у меня и осложнений Типа таких пошли И заживление Потому что моя иммунка была в полу А следовательно Организм очень плохо это переносил Поэтому прежде чем делать такие операции Пожалуйста Подтяните свой иммунитет Сейчас я ищу способы подтянуть его Ну как бы Не с помощью какого-то примитивного комплевитика А с помощью каких-то Курсов витаминок Ой тут я вообще там заболела очень сильно Вот Ещё кстати добавилось чувство давления На зубы нижней челюсти изнутри Это вот из-за вот этого То есть ну Я надеюсь видно то что у меня окрасилось ещё А вон та сторона Конечно Зубы мои раскладываются же Так ну главное отёк не увеличивается Сейчас попробовала поесть Стала больнее Быть чуть больнее А чуть больше Но так вроде не увеличивается Вот Сама выйти не могу Потому что каждые пять минут Сплёвывая отёк кажется таки спускается на горло То есть у меня вот тут ещё было ощущение такое что Вот тут вот всё раздулось То есть возможно Ну это возможно пигмент сползал Тут у меня ещё пятнышко есть Синенькое после этого Это сползла краска И она короче вот тут вот осталась Вот По крайней мере там теперь болит продолжение языка Так Ощущение что язык и челюсть жжёт Ну такие ощущения были когда у меня перестала действовать обезболивающие А краска по-прежнему проникала в мой язык И прямо вот Короче от языка отделялись ошметки краски. Они выходили. Это прям было супер-пупер странно, скажем так. В первое время вообще там ошметки. Вот это вот черные краски были. И они плавали. Они как, не знаю, какая-то как нефть или как деготь были. Попыталась поесть детское питание. Теперь язык жжет просто неимоверно. Глотать больно. Это, короче, тот же день, но уже ближе к полуночи. Потому что в детском питании, ну, я не люблю мясные, вот эти детские питания. Я ем обычно фруктовые. А в них содержатся всякие кислоты, ну, типа яблочко. Там даже в бананчике, вот после детского питания с бананом, язык начинает сжечь. Это проблема. Нельзя вообще ничего кислого, даже немножко кислого есть, потому что язык начинает воспринимать это просто как как атомную войну внутри рта. Вот. Через силу не получается, включается рвотный рефлекс. Сейчас смогла резко из кружки запить таблетки. Одна сторона пока чуть больше, другой. То есть вот у меня в этой стороне просто еще не рассосались, ну, не рассосутся скорее всего фиброидные капсулы. Вот. Поэтому она была больше, чем правая. От молочного щипать не должно. Я просто после детского питания сидела, рыдала из-за боли. Вот. Потом мне спрашивала лучше холодный или теплый йогурт. Это я ела вот эти вот коктейли, которые мне притащила сестра. Они смешиваются с молоком. И их можно просто сразу в рот заливать и все. И нормально там 200 калорий. И вроде как прожить можно. Ну, и заодно похудела, да. На 4 килограмма. Йогурт выпила, сразу прополоскала, рот жжет, язык болят, суставы, головокружение легкое, немного глючит. Думаю, это нормальный язык. Почти нормально в рот вмещается, если не спать. Пару часов назад в процессе сна он как-то подсужился неприятно. Сейчас уже не такое ощущение. Распирание давления на язык и на челюсть. Хотя нижняя сторона челюсти рядом с горлом еще побаливает. Уже могу из чашки пить, но трубочка не дается. Вот как-то странно, да, я пропустила этап с трубочкой. Сразу из чашки начала пить и вроде было нормально. То есть, когда язык уже помещается в рот, вы можете уже немножко отпевать из чашки. И все, губ. Так, по ощущениям получше размеру ценить не могу языка. Когда с тобой кто-то рядом ест, это вообще задница. Со мной рядом ели. А я не могу есть. Потому что больно, потому что даже проживать не могу. Тут дальше идет, блин, главное, чтобы резать не пришлось. А то попутно сплит сделаю. И ведь сделаю. Потому что резать придется. Ну, как бы давно хотела. С 2010-го, наверное, с 2009-го года. И поэтому, раз режет, почему бы... Почему бы не сделать заодно? Весь ледокаин выглядит сай. У меня он заново не распухнет. И заново не будет никаких осложнений. А вот сейчас прям жжет сильно. Прополоскала рот. Не помогло. Запивала таблетки. Водичка чуть-чуть сгладила Женю. Мне кажется, оно уже неплохо так спадает. Кончик, видимо, в конце поправится. Но все больнее и новее. Оппульсация пошла от корня до кончика. Словно концентрированную корицу в порошке в рот набрала. Говорю с большой шепелявостью. До этого вообще никак не могла. Только жестами, мычанием и текстом. Так что, прежде чем красить язык, научитесь. Языку глухонемых. Да, тогда все будет так. Мне кажется, так. Отек сходит? Мне кажется, да. Но там все равно внушительная часть. По крайней мере, так выглядит, держится. Я могу купить какой-нибудь обезбол в таблетках. Ну, вот тут нет. Обезбольчик. Так, таблеточки, таблеточки. Насчет них я вам говорила. Уже опухший только кончик. Это уже через неделю. Уже опухший только кончик. Думаю, что... Ну, там и обезбол, все-таки хорошая идея была выпить. Вот. Привет. Без обезбол теперь нехорошо. Ну, то есть я поняла, насколько он может убрать боль. Вчера даже яичницу поела. А сейчас снова адски больно. Снова фотка с отеком. Если вы хотите узнать побольше, я сниму видео чисто о том, зачем я это сделала. Как бы для чего, что мне на это сподвигло. Почему это, ну, в какой-то степени не стоит делать. Потому что такой фактор есть. Ну, и я расскажу более подробно о своих ощущениях. Просто и так получается слишком большое видео. А сейчас я зачитаю рекомендации мастера. И покажу вам фотографии полностью зажившего языка и полностью заживших окрашенных десен. Окрашивание языка и десен. Технология уход-осложнение. Данная модификация, как и любая другая модификация слизистых оболочек, имеет ряд особенностей. Плюсов и минусов. Начнем с плюсов. Краска имеет свойство растекаться и оттенки хорошо смешиваются. Можно добиться любой расцветки. Мало травматично. Эта модификация малозаметна окружающим и уж точно не сделает из вас фрика. Правильно выполненное окрашивание остается на всю жизнь и не требует коррекции. Особенности. Проводится с местной анестезией и без нее. Я рекомендую проводить данную модификацию без какой-либо анестезии, так как это уменьшает оттечность языка в период восстановления. Проводится частично или полностью. Я рекомендую разделить процедуру на этапы. Окрашивание кончика языка, дозаливка и далее по желанию можно докрасить десны. При окрашивании десен возможен сильный отек лица. Минусы. Первая неделя покажется вам адом. Любое движение языка сопровождается дикой болью, питание исключительно жидкими продуктами. Со второй недели воспаления будут спадать, но полностью болезненные ощущения пройдут только в конце третьей-четвертой недели. Визиты к стоматологу не будут протекать так непринужденно, как ранее. Если говорить о государственных клиниках, с вами как минимум откажется работать. А возможно еще и будут читать нацации и нецензурно отзываться в ваш адрес. Таким образом вы обрекаете себя на посещение только платных клиник, где не будут задавать никаких вопросов, а примут вас распростертыми ориятелями. Окрашивание языка и десен. Подготовка. Идя на данную модификацию, нужно быть в хорошей физической форме. Со стороны иммунной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы. Обязательно сообщите мастеру о наличии или отсутствии у вас сахарного диабета, аллергии на что-либо, недолеченных зубов или воспалении в ротовой полости, иммунодефицитных состояниях. В таких случаях проведение данной модификации исключено. Возможные осложнения. Инфекционный стоматит. Гингивит. Сильная отечность всей слизистой ротовой полости, мешающая дыханию. Аллергия на пигмент. Инкапсулирование частей пигмента. Обрастание пигмента фиброидной оболочкой. Лечение. После проведения модификации, мастер даст вам список препаратов, необходимых для быстрого и качественного заживления после окрашивания языка. Все лекарства нужно принимать своевременно и не отходить от схемы, данной мастером в избежании осложнений. При грамотном уходе уже через 3 недели вы сможете нормально разговаривать и радовать себя, друзей и случайных прохожих ярким необычным языком, который вы можете демонстрировать в течение всей жизни. В общем, вот такие пироги. У меня сейчас садится голос. Так что вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, если вам было оно полезно, или вы узнали в нем о чем-то новом. Я думаю, вы узнали. Ну, как минимум, это модификация. А в общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал внизу, там кнопочка подписаться, жмите на колокольчик, чтобы узнавать о новостях. Также вы можете, вон там в описании, тоже есть ссылочка на мастера, который мне окрашивал язык. И если вы захотели такую модификацию, если вам больше 18, а лучше больше 20, и вы уверены в своем выборе, потому что татуху с языка вы уже не сведете никогда, то смело идите к ней. Я буду вашим оператором, я буду снимать весь процесс. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока!